Ремонт дорог, пополнение парка общественного транспорта и закупка новой спецтехники и другие положительные изменения, которые происходят в городе, стали основными темами на встрече главы городской администрации Олега Фурсова с сотрудниками группы компаний «Электрощит». Подробнее в нашем сюжете. Крупнейшие работы датели Красноглинского района – два предприятия – группа компаний «Электрощит ТМ Самара» и ассоциация делового сотрудничества «Электрощит». Некогда они были одним целым, но и сегодня продолжают вместе заботиться о социальной инфраструктуре поселка Красная Глинка и о комфорте местных жителей. Большинство наших сотрудников живут здесь, и у них проблемы и вопросы здесь, в районе. И я думаю, что взаимодействие, разговор – это очень важно между нашим предприятием и городскими властями, местными властями. На встречу с коллективами обоих предприятий приехал глава администрации Самары Олег Фурсов. Заводчане от первого лица смогли узнать об изменениях, которые происходят в городе. В частности, о реформе местного самоуправления. Меняется структура городской власти, благодаря чему сама власть становится ближе к народу. Избранные районные советы и администрации, которые получат дополнительные полномочия, смогут оперативно решать насущные вопросы, волнующие горожан. Впервые за многие годы пришли к тому, что район будет в собственный бюджет. Сейчас определены два вида налогов. Это 50% от имущественного налога район будет собирать и 10% от земельного налога. Будет прямая заинтересованность главы района в сборе в полном объеме налогов, которые переданы в район. Ощутить первые результаты проводимой реформы местного самоуправления можно уже сегодня. В микрорайонах уже работают общественные советы, которые эффективно трудятся над решением проблем. В ходе встречи сотрудники могли задать интересующие их вопросы Олегу Фурсову. Они касались как благоустройства района в целом, так и локальных проблем. На первом квартале возле 12-го дома у нас есть маленькая детская площадка. Она маловато для такого дома, тем более там строятся рядом еще дома. И тут же к ней прилегает плотно-плотно непонятная автостоянка. Есть определенные нормы, которые не позволяют около детских площадок организовывать такие объекты. Если это выделено незаконно, мы отменим. Если это самозахват, мы людей накажем, заставим все это демонтировать. К несанкционированным автостоянкам сейчас особое внимание, отметил Олег Фурсов. Только в этом году уже узаконено более 80 стоянок. Всего же в Самаре их зафиксировано порядка 380. Из-за того, что эти парковки работают в тени и не платят налоги, город ежемесячно теряет до 30 миллионов рублей. Увеличивать доходную часть городского бюджета – одна из главных задач городских властей. Активная работа ведется и по другим направлениям. Так, в текущем году значительно пополнился парк общественного транспорта и спецтехники. Удалось найти эффективный способ борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Не сбавляет своих темпов ремонт и реконструкция дорог. Марина Матвеична, Артем Сулайманов, События. В дороге кормить обещают. Голод и пустые прилавки Самарской области не грозят. Наши сельхозпроизводители смогут полностью обеспечить жителей всем необходимым. Министр сельского хозяйства Виктор Альтергот посетил несколько заводов, чтобы проверить, как идет процесс импортозамещения в регионе. Лучшая каша – это колбаса. 5000 килограммов в сутки – средняя производительность Самарского завода по изготовлению мясной продукции. Сырье исключительно местное. В цехе соблюдаются необходимые ГОСТ и технические условия. Зарубежное оборудование позволило всего за год работу увеличить объемы в 10 раз. Упаковочные машины в отделении, где мы находимся, также импортного производства – это немецкие машины. Они позволяют получать хороший вакуум, высокую производительность и качественные показатели продукта также находятся на высоком уровне. Свинина, говядина – разнообразная птица. Одним словом, голод 63-му региону не грозит. Сельское хозяйство, разрушенное пару десятков лет назад, понемногу поднимается с колен и выходит на новый уровень. Процесс импортозамещения идет по плану, но для того, чтобы выйти на нужные объемы производства, требуется не один год. Самарская область полностью обеспечивает себя продуктами растеневодства. В первую очередь, это зерном для производства муки и производства хлеба. Мы на 100% обеспечиваем себя картофелем и отправляем излишки за пределы Самарской области, даже за рубеж. Мы на 90-95% обеспечиваем себя овощами, поэтому и сегодня идет очень хороший прирост по производству молока и мяса. На сегодняшний день в Самарской области действуют 72 программы государственной поддержки сельхозпроизводителей. Это и субсидирование процентной ставки по кредитам, и возмещение средств на вложенный капитал, помощь в приобретении оборудования. Все предприятия с успехом пользуются льготами, чтобы недостатка в местной продукции на прилавках в регионе не было. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Более 20 административных протоколов за торговлю в неустановленном месте было составлено только в Кировском районе Самары с начала этого года. В очередной рейд по пресечению нарушений отправились специалисты городского департамента потреб рынка и полицейские. Улица Победы в Кировском районе Самары. Прямо на пешеходной зоне от Каховской до Севастопольской расположились самодельные прилавки с овощами и фруктами. Зачастую не первой свежести. Несмотря на низкие цены, помидоры успели подгнить, а бананы почернеть в результате неправильного хранения. У продавцов, по данным представителей департамента потреб рынка, нет никакой лицензии на торговлю, как и документов, подтверждающих качество товара. Торговля ведется в антисанитарных условиях. Люди, которые здесь торгуют, у них не санитарных книжек, продукты не сферцированы. Просто мы даже не знаем, что здесь покупать. Ежедневными рейдами мы все-таки добьемся того, чтобы здесь, на этом месте, это все-таки центральная улица города, нашего района, не было вот такого бардака. Жители близлежащих домов от такого соседства также не в восторге. По их словам, каждый вечер после того, как прилавки сворачиваются, некачественный товар просто выкидывают в кусты. Смотрите, они ушли, остатки бросили. Все надо убирать, все. У нас здесь крысы бегают, нас здесь крысы замучили. Я вот цветы здесь поливать хожу, а у меня из-под ног крысы прыгают. Теперь предприимчивым продавцам грозит штраф от 500 до 1500 рублей, а также конфискация товара. С начала года только в Кировском районе было составлено более 20 административных протоколов за торговлю в неустановленном месте. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Более 6,5 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров во дворах многоэтажек отремонтируют по полной программе. Специалисты уже приступили к работам и планируют закончить их раньше положенного срока. А дороги, которые ведут к детским садам и школам во дворах домов, будут отремонтированы уже к 1 сентября. Во дворе дома 224 по Новосадовой побывал и наш корреспондент. Вот так безжалостно и беспощадно расправляются со старым асфальтом. Абсолютно все дорожное покрытие во дворе нескольких многоэтажек на Новосадовой и Нововокзальной давно нуждалось в ремонте. И после обращения жителей в общественный совет микрорайона дело пошло. Мы писали во все инстанции, в том числе и в администрации, и в департамент. Ну и хорошо, что власти так реагируют. И подключились так серьезно к работе именно в этом дворе, потому что двора большой, жителей очень много. Рабочие меняют бортовой камень и асфальтобетонные покрытия на проезжей части и на тротуаре. Все работы проводятся днем, чтобы не нарушать покой жителей ночью. Новые тротуары не обрываются на полпути, как старые, и предусматривают пандусы. Наша задача совместно с заказчиками, с администрацией максимально упростить жизнь жителям дворов, чтобы они могли по асфальту дойти до дома, до своего подъезда. Ремонт дворовых территорий ведется по всему городу. В рамках муниципального контракта на сумму в почти 193 миллиона рублей из городского и областного бюджетов отремонтируют внутриквартальные дороги, тротуары и построят новые парковочные места. У нас по муниципальному контракту срок окончания работ 31 октября. Но принимая внимание ту площадь, которая на сегодня охвачена уже ремонтом, можно делать выводы, что сроки сократятся, но при этом никоим образом не пострадает ни качество, ни объемы. За качеством работ строго следят и сами жители, и квалифицированные специалисты сразу двух лабораторий. Городского департамента благоустройства и экологии и Министерства транспорта. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. Работу общественных советов жители видят и ощущают поддержку. Команда созидания, которая создается в Самаре в ходе реформы местного самоуправления, окончательно будет сформирована на выборах в районные советы депутатов 13 сентября. Не дожидаясь дня Х, в микрорайонах полным ходом решаются проблемы горожан. С тех пор, как в 13 микрорайоне промышленного района Самара образовался общественный совет, житейские проблемы начали оперативно решаться. Просьбы и предложения жителей внимательно выслушивают на встречах, и делается все возможное, чтобы результаты работы были незамедлительны. Мы буквально 28-29 числа, был задан вопрос нам, у нас стоял пивной киоск, его демонтировали, а основание, фундамент остался, бетонированные столбы, мусора много. Жители с просьбой обратились нам в совет, и мы за два дня это все вывезли, убрали. 13 микрорайон пока один из немногих в Самаре, жители которого приходят на встречи не только с жалобами, но и с благодарностью за выполненную работу. В большинстве дворов отремонтированы детские площадки, установлено ограждение полисадников. Внимание требуют внутриквартальные проезды. С этой просьбы горожане и обратились к совету в рамках проекта на связи с губернатором. От проспект Кирова до Нового вокзальной очень плохая дорога, очень. Там столько бывает, много машин, потому что Московская сейчас запруженная, часто через наши едет, дворы и прочее, и прилегающую территорию к нашим домам. На общественных слушаниях по вопросам благоустройства жителям обещали, что подрядная организация зайдет во дворы уже в конце июля-начале августа, и ремонт внутриквартальных дорог будет произведен. Мариана Мирная, Константин Головин, События. Тепла не хватало. Старая система отопления не могла обеспечить бесперебойную подачу тепла в квартиры ветеранов в поселке Мехзавод. Теперь же проблем с отоплением не будет. По обращениям жителей, здесь меняют стояки. Работа началась, естественно, с подъездов ветеранов. Новые трубы в подъезде и бесперебойное отопление. Марии Петровне Щеблыкиной как подарок на день рождения. Накануне ей исполнилось 89 лет. В годы войны Мария Петровна работала на железной дороге, а ее муж Александр Митрофанович защищал страну от фашистов. Теперь в доме вдовы ветераны к отопительному сезону подходят во всеоружии. Житель соседнего подъезда Иван Герасимович Маркелов новыми трубами обзавелся неделей раньше. Участник боев на Дальнем Востоке, кавалер ордена Отечественной войны второй степени не нарадуется. Стоило только обратиться, как проблему сразу же решили. Дом номер 3 по улице 7 квартал в поселке Мехзавод почти полвека. Полностью замену стояков здесь не проводили ни разу. Сейчас трубы в доме меняют поэтапно. Демонтаж старой трубы, потому что там очень сложная разводка. Она идет через кухню в туалет. Сейчас мы проведем обрез трубы и замену ее на металлопласт. Обеспечить всех жителей хорошей системой отопления и закончить работы планируют осенью. Особое внимание подъездам, где живут ветераны. Была заявочка привести в порядок подъезды, где живут у нас заслуженные люди. Во втором подъезде, где у нас вдова участника войны. И в третьем подъезде, где у нас участники войны сделали капитальный ремонт подъезда в замену окон. Жители поселка Мехзавод также заботят вопросы благоустройства дворов, нехватки парковочных мест, опиловки деревьев. Благодаря работе общественников, говорят люди, на их просьбы стали реагировать быстрее. Общественные советы микрорайонов появились в ходе реформы местного самоуправления, которое сейчас реализуется в Самаре. Следующим шагом станет формирование районных советов депутатов, выборы в которые состоятся 13 сентября. Крепкая семья вопреки непростым жизненным обстоятельствам. Беженцам из Луганской и Донецкой областей, приехавшим в Россию, теперь будет проще заключать браки. При подаче заявления все ЗАГСы будут принимать документы, оформленные на территории России, рассказала руководитель областного управления ЗАГС Екатерина Мельник. В качестве документа, подтверждающего семейное положение, может приниматься заявление граждан Украины, засвидетельственное нотариусом Российской Федерации. Данное разъяснение Министерства юстиции Российской Федерации получено в связи с невозможностью указанной категории граждан получать нотариальные заверения на территории Украины. За полгода в регионе зарегистрировали почти 600 браков с иностранными гражданами, представителями 27 стран. Но большая часть – это браки с гражданами СНГ. Всего же в 2015 году в Самарской области у Замигиминеи связали себя более 9 тысяч пар, что на тысячу меньше, чем за первое полугодие 2014 года. Хотя и количество разводов по сравнению с прошлым годом сократилось более чем на тысячу. А вот рождаемость в регионе продолжает расти за полгода почти на полтора процента. Причем, как отмечают работники ЗАГСов, все чаще родители приходят регистрировать вторых и третьих детей в семье. Проект студентов Аэрокосмического университета высоко оценили на международном форуме «Сиспейс» во Франции. Команда СГАУ представила свою экспериментальную модель двухступенчатой ракеты. Начинающие конструкторы не только сами разработали чертежи, но и всю электронную начинку. Студенты недавно вернулись в Самару. С ними встретился наш корреспондент. Авиамодельное студенческое конструкторское бюро. Буквально на этом столе четыре студента СГАУ собрали ракету, которая покорила французское небо. А вместе с этим и сознание двух сотен участников форума, съехавшихся из разных стран. Международный студенческий форум «Сиспейс» каждый год собирает будущих ракетостроителей, программистов и разработчиков электроники. Команда СГАУ – традиционные его участники. В этот раз студенты отошли от проекта в прошлых лет и поставили перед собой еще более амбициозную задачу. До этого мы на протяжении четырех лет возили копии ракеты-носителей «Союз». А в этом году это была собственная разработка двухступенчатой ракеты. Она была простой формы, но, тем не менее, внутри было очень много интересного с экспериментальной точки зрения. На то, чтобы воплотить идею в готовую модель, понадобился год. С сентября разрабатывали чертежи и только зимой приступили к изготовлению самой ракеты. Николай Селиванов – разработчик бортовой аппаратуры. В команде он и еще двое электротехников отвечали за то, чтобы две ступени ракеты разъединились вовремя и правильно. Цель эксперимента достигнута. Растыковка прошла успешно. Во-первых, вся электроника была собрана, разработана с нуля для этой ракеты. То есть мы сами разрабатывали печатные платы, сами их собирали, монтировали, паяли. Поэтому вся электроника вместилась на одной платье для первой ступени, а одной платье на второй ступень. Ну, в отличие от многих команд, где было много разных готовых плат, которые были соединены между собой. Экспериментальная модель СГАУ привлекла много внимания на форуме, оценили качество сборки и используемые материалы. Пусть пока она летает не выше полутора тысяч метров. В планах у талантливых студентов покорить новые высоты. Валерия Макарова, Павел Пресняков. События. Самарскими трамваями управляют настоящие звезды эстрады местного масштаба. Если бы герой нашего следующего сюжета не переодевался в спецодежду ТТУ, то за управлением трамвая пассажиры могли бы наблюдать и Жанну Агузарову, и Аллу Пугачеву. Подробнее в нашем сюжете. Гуляй, душа, не зная сна. Гуляй всю ночь, красавица. Маша Распутина, София Ротару и Валерий Леонтьев на этих кадрах один и тот же человек. Парадист Сергей Николаев может виртуозно изобразить и Верку Сердючку, и Ирину Аллегрову, да и вообще любую звезду российской эстрады. А вот когда гаснут софиты, Сергей надевает скромную жилетку водителя трамвая и перевозит пассажиров. Многие удивляются, конечно, говорят, это, конечно, несовместимо совершенно. Вот даже сейчас коллеги узнают просто, что я человек творческий, и раньше об этом я как-то не афиширую. Ну, потому что, как говорят, шеломишки не утаешь. Водитель трамвая «Семерочки», как называет свой маршрут сам Сергей, не только парадист, но и поэт-песенник. За вдохновением приходит именно на работу. Дома за столом, признается мужчина, не пишется. Муза посещает, когда едешь по маршруту. Бывает так, что я остановлюсь, там, на светофоре где-то, или задержка у нас какая-то. У меня с собой всегда есть бумага, я всегда что-то у меня приходит, какие-то новые слова в голову, новые стихи. Я это все записываю быстренько, заметочки делаю, и потом все это уже, чистовой вариант делаю. В копилке Сергея уже десятки стихов и песен. Многие из них посвящены любимой работе. А к столетию самарского трамвая Сергей специально написал не просто песню, а гимн трамвайно-троллейбусного управления. Сто лет самарскому трамваю, как время ускоряет бег. Сто лет самарскому трамваю, а это значит целый век. И пусть по улицам Самары трамвай ходит вновь и вновь. И никогда пусть не иссякнет к нему народная любовь. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. И это пока все городские новости, а у меня еще события экономики. Не переключайтесь. Человек, живущий за чужой счет – жулик. Человек, очень хорошо живущий за чужой счет – банкир. Только новая инициатива Центробанка может ограничить возможности жизни за чужой счет. Особенно тем, кто повторно довел до банкротства кредитную организацию. Регулятор хочет сделать запрет пожизненным, не утверждая некоторых бывших банкиров на должности топ-менеджеров кредитных организаций. Центробанк также хочет, чтобы ревизоры в ходе проверок проявляли особое внимание к банкам, которые принимают на работу проштрафившихся банкиров на должности, не требующие согласования, например, вице-президента. Центробанк обещает применять свои черные списки банкиров, которые сейчас находятся в закрытом доступе, а также свое мотивированное суждение при согласовании на должности. Жаль, регулятор не публикует эти черные списки, а то был бы еще один хороший источник о репутации банкиров. В 2015 году уровень мошенничества в страховании увеличился еще на треть по сравнению с первым полугодием прошлого года. Как утверждают специалисты одной из страховых компаний, эта информация отражена не в полной мере, поскольку статистика была составлена по случаям, которые удалось выявить. Только в одной страховой фирме за текущий год было выявлено три случая попыток получить компенсацию по поддельным документам в общем размере свыше трех миллионов рублей. По причине роста мошенничества в страховании участники страхового рынка негативно реагируют на упрощение процедуры урегулирования убытков по ОСАГО для автомобилистов. Жаль, страховщики на бревно в своем глазу никогда внимания не обращают. Поток туристов из России в Испанию за первое полугодие 2015 года сократился более чем на треть. Всего с января по июнь текущего года Испания приняла 29 миллионов туристов, что на 4,2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. При этом среди основных для страны рынков Россия продемонстрировала наибольший спад – минус 35,7%. Это стало следствием ослабления рубля и общей нестабильности ситуации в экономике. Кстати, вчера Черногория к санкциям присоединилась. Чувствую, и у них спад начнется. Российский фондовый рынок открылся слабо выраженным снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1622 пункта. Аутсайдеры – группа Пик, Новотек, ГМК Нарильский Никель, МВидео, Яндекс и Газпром. Среди лидеров роста – Сургутнефтегаз, АФК «Система», Распадская, Акрон и МТС. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день в небольшом плюсе. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Курс доллара на 30 июля – 59,76 рубля, курс евро – 65,98 рубля, золото стоит 2107 рубля за грамм, серебро стоит 28,07 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 53,78 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова